Когда началась война, Наталье Шумову было всего 20 лет. Мужчины покидали Москву, уходя на фронт. Все тяготы военного времени легли на хрупкие женские плечи. Наталья Филипповна вспоминает, с наступлением ночи окна занавешивали светонепроницаемыми бумажными шторами. Уличные фонари не горели, пережили и бомбежки. Мы же были девчонками, работали. Я на тракторе работала. Для нас было это очень тяжело. Не говорим там, что-то о питании кашу с овчанки ели, а так-то и голодные ходили. В годы войны Наталья Филипповна со своими подругами работала на Внуковском аэродроме. Девушки вручную расчищали взлетную полосу от снега и льда. Слыша рев моторов, прятались. Создавалось впечатление, что никого на аэродроме нет. В начале зимы 41-го года Наталья Филипповна была зачислена на курсы трактористок. Ей предстояло овладеть мужской профессией, изучить трактор. Через три месяца получила права механизатора. Пахала, сеяла, выращивала и убирала урожай. Трудилась с раннего утра до поздней ночи, без выходных и отпусков. Как ездила, обыкновенно заведу, сядю, поеду, пахала так в Никуле ни одна. Бригадир был у нас, но когда у нас там какая-то неполомка, мол, приедет, поможет, а так одни пахали. Великую Отечественную войну Наталья Филипповна вспоминается слезами на глазах. Она признается, что это были самые тяжелые годы в ее жизни. Бесконечный холод и голод, хлеб по карточкам, а за пропавший колосок могли посадить на 10 лет. Это я в Никулине сжала рожь на косилке, потом домой шла. У нас была бригадирка Мария Демитровна. Стоит на дороге, стоит, ждет, что я иду. С поля трактора остановила, иду домой уже к вечеру. И потом вот подхожу, она мне вот так вот, а мне слезы с градом. Я говорю, Мария Демитровна, ну если я обронила этот колосок, или рабочих себе, она была, агроном, я говорю, иди сама, иди по беду, но я его не трогала. И не оборвала этот листок зерном-то. Было строго очень. Голодные ходили, но брать, я примерно себе, я ничего не брала, боялась. Немцев она видела один раз в жизни, когда в Очаково привезли военнопленных. Две машины по 12 человек. У нас же близко, даже не понимали, как бы сидеть, подпускать. Мы сидели, далеко смотрели, но они сидели, показывали, что можно дать. Что нам, что, у нас самих не было хлеба, по карточкам давали. Что мы им дадим? Зимой 41-го по решению Верховного главнокомандования началось строительство целовых оборонительных рубежей на московском направлении. Наталья Шумова попала в рабочий батальон Можайской линии обороны. Работали в Жаворонках. Оборонительная линия состояла из противотанковых ежей и рвов. Рвы копали вручную. Здесь же переживали налеты вражеских самолетов. Наталья Филипповна не любит вспоминать о тяготах войны. За оборону Москвы Наталья Филипповна получила медаль. День побыли, копали окопы. Вечером пойдем на дачу ночевать. Смотрите, говорит, ничего не берет. Там вся мебель, все игрушки. Подходим, в лесу стоит этот дом. Без окошек, без дверей, ничего там нет. Заходим в этот дом. Там солома на полу. У нас было что-то 12 человек. Ну, мы легли на эту солому. Потом уже утром встали и пошли опять копать эти окопы. На всю жизнь Наталья Филипповна запомнила День Победы. Встречала его действительно со слезами на глазах. Это были слезы гордости и радости. Вернулся с фронта жених, защитник Ленинграда. Вышла замуж, родила сына Владимира. Трудилась в полеводстве, выращивала клубнику и овощи. Потом работала на трикотажной кунцевской фабрике. К молодому поколению обращается с особой нежностью. Все было, все мирно, спокойно. Пусть не надеется, но она плохую жизнь, она хорошая. Мы уже прожили плохую жизнь. Больше нам ее, может быть, и не увидать. В этом году Наталье Филипповне исполнилось 95 лет. И она горда своими внуками и правнучкой, которая очень любит свою прабабушку. Наше поколение благодарно таким людям, как Наталья Шумова, и понимает, пока в каждом из нас жива история Великой Отечественной войны. Никто не будет забыт. Дарья Сутягина, Леонид Бурдин, телекомпания Одинцова.